здравствуйте дорогие друзья шаббат шалом сегодня суббота 13 апреля 2024 год я хочу прочитать проповедь которая называется так правда о пасхе вот такое название правда о пасхе я таким образом подготовила эту проповедь много вопросов я на них отвечаю вот так легче и так не бог показал сделать итак начинаем мы рассмотрим с вами три блока первый блок это как реагирует на слово пасху пасха обычные люди вот вы идете на улице и вы останавливаете и как реагирует второй блок это я вам расскажу правду о пасхе у настоящей пасхи и третий блок это ложь о пасхе вот такие три блока мы начинаем если мы обращаемся к обывателю к любому человеку верующему неверующему но к любому вот подходим на улице да и задаем такой вопрос с чем у тебя ассоциируется слово пасха и человек скажем так не принадлежащие какой-то серьезной церкви допустим да или принадлежащий обычно говорит так христос воскресе лучше для тебя пасхи христос воскресе или воскрес следующий вопрос задаем такому человеку у тебя вот уже слово воскресе до воскрес то есть ресурс воскрес у тебя ассоциируется пасха с воскресением христа какой будет ответ конечно он воскрес на пасху вот так вы ответили или кто-то ответил третий вопрос то есть пасха это воскрешение христа и человек отвечает да итак все христиане убеждены что праздник пасхи это воскресение христа воскресение христа и я даже вам прочитаю маленький отрывочек сайта который называется википедия вы знаете что такое википедия там написано так пасха также воскресение христова или светлое христово воскресение древнейший и самый важный христианский праздник он установлен в честь воскресения иисуса христа которая является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения в православии статус пасхи как главного праздника отражают слова праздников праздник и торжество из торжеств вот так написано википедии итак это официальная версия я вам прочитал официальную версию что в википедии пишется условия пасха о празднике пасха и и и все христиане убеждены что праздник пасхи это воскресение христа следующий вопрос иисус всю свою жизнь вместе с родителями начиная с первого года своей жизни а последние годы вместе с учениками на пасху отмечал свое воскрешение может ли такое быть глупость это глупость и такого не может быть тогда что же отмечал иисус всю свою жизнь каждый год на праздник пасхи и вот здесь я беру эту замечательную книгу открываю это библия открываю книгу исход двенадцатую главу и читаю ее перед этим я сделаю такую маленькую ремарочку книга исход это вторая книга библии первая книга библии это мы о ветхом завете говорим это ветхий завет начало библии первое бытие где рассказано много чего сотворение человека и так далее рождение авраама как от авраама пошли евреи да и так далее и так далее потом как иосифа сын точнее иосиф сын якова попадает в египет остается там проходит школу жизни и в конце концов фараон его возвышает настолько высоко что он становится вторым человеком в египте и фактически полностью управляет египтом страной и он настолько был умный и посвященный богу человек бог ему помогал во всем благословлял во всем что он спас от жуткого голода и засухи которые были там лет семь и в египте не только египетский народ но и окружающие народы которые приходили за зерном за хлебом за мукой и так далее мы помним эту историю и потом когда уже иосиф был взрослым человеком пришли его братья он открылся братьям и в общем он перевез всех своих братьев семьями и своего отца в египет это вот все евреи их тогда было там человек семьдесят и они все стали жить в египте и вот прошло несколько столетий четыре столетия сменились фараоны которые благоволили к иосифу и его потомкам и появились другие фараоны жестокие антисемиты которые ненавидели евреев и сделали их рабами и уже к этому времени народ настолько размножился что было уже 3 миллиона евреев в египте и они фактически стали рабами над ними издевались измывались это отдельная история кому интересно почитайте всю книгу исход и люди взывали к богу люди взывали к богу по помощи они уже не могли они задыхались их детей уничтожали бросали крокодилов в общем это жуткая такая вещь я же говорю кто не читал почитайте книгу исход и бог ответил на то что люди взывали народ еврейский взывал и он послал им моисея который тоже был еврей но в свое время сбежал из египта и он послал освободить вывести евреев из египетского рабства и вся книга исход она рассказывает об этом как он вернулся в египет как он разговаривал со старейшинами как он он являл чудеса и знамения вместе со своим братом аароном перед этим фараоном и тот все обещал их отпустить но не отпускал он каждый раз врал он каждый раз изменял свое решение но бог насылал разные казни и вот мы сейчас будем читать про самую последнюю десятую казнь после которой фараон уже принял решение их отпустить всех евреев с их скотом с их семьями полностью отпустить и они ушли и вот это очень знаковая глава и она кстати читается на пасхальном седере что такое пасхальный седер как я уже говорила Иисус всегда отмечал пасху каждый год сначала с родителями потом с учениками последние годы жизни и пасха отмечается мы будем позже я расскажу в какой день и происходит это так это называется пасхальный седер то есть вечером 14 нисана месяц нисан 14 числа это такой ужин такой ужин и там определенные блюда на этом ужине но это не просто ужин я кстати в следующий раз в среду буду очень подробно рассказывать о пасхальном седере потому что вся наша группа проводит пасхальный седер и кушает эти благословенные благословенную еду и там каждый каждый предмет что-то означает очень интересное там как бы толкование каждое там и картошка и яйцо там и хоросет это большое значение имеет большое и вот Иисус это делал и он с учениками отмечал пасхальный седер накануне пасхи он должен был 14 нисана вечером с учениками отмечать но он знал что его схватят на следующий день и и убьют поэтому он отмечал на день раньше он 13 числа это в одном только из Евангелия есть такое и там понятно что он за день до этого раньше с учениками провел пасханный седер так к чему я это говорю там не только блюдо кушать нужно а там нужно читать и молитвы определенные и там четыре бокала вина нужно выпить но мы не вино пьем сок красного цвета сок в основном виноградный если есть если нету там любой другой вишневый там бранатовый любой красного цвета вот и там читается двенадцатая глава исхода во время этого пасхального седера вообще этот пасхальный седер он достаточно долго проводится если полностью все делать что в этом седере то это часа три занимает но мы по упрощенной программе это все делаем вот главное смысл мы понимаем смысл в чем смысл вот это самое главное итак двенадцатая глава и кстати сейчас я вам ее прочитаю и вы можете дома еще ее прочитать до песоха а песох двадцать второго апреля через девять дней это будет понедельник вечером и вот чтобы вам не надо было на пасхальном седере читать эту огромную главу которую мы сейчас с вами с удовольствием прочитаем послушаем прочтите дома заранее окей и останется только там немножко молитвы помолиться галиль прочитать в конце и все пасхального седера итак я читаю двенадцатую главу исхода если вы хотите знать дату когда примерно это все было вот то о чем я сейчас буду читать это примерно 1400 лет до рождества христова до нашей эры тогда же в моисею вот здесь как раз история про моисея как бог через него передает информацию еврейскому народу что ему надо сделать и так далее итак слушаем исход двенадцатая глава там в египте господь сказал моисею и аарону этот месяц для вас должен быть первым из месяцев первым месяцем года это имеется ввиду месяц нисан или еще он называется авив скажите общине израиля что в десятый день этого месяца каждая семья должна взять из стада по ягненку если семья так мала что не съест целого ягненка то пусть возьмут вместе с ближайшими соседями одного ягненка на всех рассчитав нужное число людей исходя из того кто сколько съест ягненок должен быть без телесного изъяна годовалы мужского пола вместо ягненка можно взять козленка я здесь хочу маленькую ремарочку сделать имеется ввиду под словом ягненок имеется ввиду барашек до года который не познал ярко как она называется ну девочка понимаете то есть невинный агнец потому что невинный до года но невинный вот только такого чистого чистого святого ягненочка вот его нужно было принести в жертву дождитесь 14-го дня этого месяца и с наступлением сумерек зарежьте ягненка так должны сделать все кто принадлежит к общине израиля пусть возьмут его кровь и помажет ею оба дверных косяка и притолоку в тех домах где будут его есть мясо должно быть съедено в ту же ночь есть его нужно поджаренным на огне с пресным хлебом и горькими травами не ешьте это мясо сырым или вареным ягненок должен быть зажарен на огне с головой ногами и потрохами ну фактически весь вот закололи его кровь спустили да но кровь собиралась там ее не выливали на землю ее собирали в сосуд дальше тут об этом будет написано и вот вы зарезали спустили кровь и дальше делаете костер и на этом костре полностью ложите не отрезаете там ножку ручку там головку нет полностью вот положили значит пожарилось перевернули с другой стороны вот в таком виде ничего чтобы не не ломали ни одной кости значит дальше не ешьте его это мясо сырым или его сожгите я объясню почему и но что не съели сожгите на огне не оставляйте он знал что говорил господь понимаете он очень мудрый но что не съели дальше ешьте его так подпоясавшись и обувшись с посохами в руках с поспешностью ешьте его это пасха господня это двенадцатый стих исход двенадцать извините одиннадцатый стих это пасха господня знаете что такое пасха господня это ягненок это не пасочки это не куличи ягненок вот это пасха если помните в новом завете сказано что пасха наша христос законы за нас читаем дальше в эту ночь я пройду по египту и убью всех первенцев в этой стране и первенцев людей и первенцев скота это будет мой суд над всеми богами египта я господь но ваши дома будут помечены кровью и я увидев кровь пройду мимо я поражу египет на вас минует удар смерти этот день должен быть для вас днем памяти празднуйте его как праздник господа празднуйте его из рода в род это вам предписание на веки я хочу добавить что это говорится все что в библии говорится не только для евреев это говорится для верующих в иисуса христа для верующих в бога понимаете дальше пятнадцатый стих семь дней вы должны есть пресный хлеб в первый же из этих дней удалите закваску из своих домов всякий всякий кто в эти семь дней станет есть заквашенный хлеб будет отторгнут от народа израилевы но мы все знаем это много лет уже практикуем мы слушаемся господа мы печем мацу кстати это очень вкусно самим сделать мацу и кушать она очень вкусная и кушаем семь дней мацу пресный хлеб это делал иисус это это делают все евреи до сих пор первый из этих дней то есть пасхальных должен быть провозглашен святым и седьмой день пусть будет провозглашен святым в эти дни вы не должны выполнять никакой работы кроме приготовления пищи только такую работу можно делать в эти дни справляйте праздник пресных хлебов в этот день я вывел ваше воинство из Египта отмечайте этот день из рода в род это вам предписание навеки в первый месяц с вечера 14 числа до вечера 21 числа вы должны есть только пресный хлеб семь дней в ваших домах не должно быть закваски всякий кто ест в эти дни заквашенный хлеб будь то переселенец или уроженец вашей страны тот будет отторгнут от общины израиля где бы вы ни жили не ешьте в эти дни заквашенного хлеба ешьте пресный хлеб моисей созвал это вот то что бог сказал моисею и он это все передал старейшину моисей созвал всех старейшин израиля и сказал им пусть каждая семья выберет себе ягненка и заколит его тире приготовит пасху потом возьмите пучок из сопа обмакните в чан со слитой кровью и помажьте этой кровью притолоку и оба дверных косака и пусть никто из вас до утра не выходит из дома пойдет господь убивать египтян увидит кровь на притолоке и косяках и пройдет господь мимо этой двери не даст смерти войти в ваш дом и убить вас я здесь маленькую паузу делаю я вам сейчас что-то объясню и сказано пройдет господь мимо дело в том что на еврейском пасха звучит как песах песах это производная однокоренное слово от однокоренного слова пасах а слово пасах означает пройти мимо или перепрыгнуть и вот когда господь шел поражать дома египтян он когда видел кровавую метку вот этого ягненочка зарезали да слили кровь в чашу потом взяли ветку и сопа обмакнули в кровь и помазали косяки и перекладины в этих домах вот когда господь видел это он проходил мимо или перепрыгивал или ангел господний говорится что ангел губитель в разных библиях по-разному есть такие библии где написано ангел губитель это неважно смысл понятен да проходил мимо вот что значит слово пасха от слова пасах пройти мимо или перепрыгнуть вот что это значит а не воскресение христово читаем дальше и вот не даст господь смерти войти в ваш дом и убить вас соблюдайте это предписание во век вы и ваши потомки когда вы придете в ту землю которую господь даст вам как обещал совершайте там этот обряд речь идет о пасхальном седере речь идет о том чтобы вспоминать каждый год 14 нисана проводить пасхальный седер проводить служение господу и вспоминать каким чудесным образом господь вывел евреев из египетского рабства из 430-летнего рабства если спросят ваши дети что за обряд вы совершаете отвечаете им так это пасхальная жертва господу когда господь убивал египтян он миновал дома сынов израилевых и пощадил наши семьи и весь народ склонился и полниц пред господом затем сыны израилевы пошли и сделали все в точности так как повелел моисею и арону господь а в полночь господь убил всех первенцев в египте умерли и первенец фараона восседающего на престоле и первенец пленника сидящего в темнице и все первенцы скота встал в ту ночь фараон встали его вельможи и все египтяне и великий стон поднялся по всему египту в каждой семье был умерший в ту же ночь фараон позвал моисея аарона и сказал им уходите от нас прочь вместе со всеми сынами израилевыми идите совершите служение господу как вы просили забирайте с собой свой скот крупный мелкий как вы просили уходите и благословите меня египтяне торопили сынов израилевых чтобы те скорее покинули их страну иначе думали египтяне мы все умрем и пришлось сынам израилевым уносить еще не заквашенное тесто каждый завернул свою квашню в плащ и понес на плече вот поэтому они потом из этого пекли лепешки и это были бездрожжевые лепешки вот оттуда пошла маца вот первый раз они делали без дрожжей потому что не успела за классное тесто взойти сыны израилевы выполнили наказ моисея просили у египтян серебряные и золотые вещи и одежду а господь сделал так что египтяне были добры к сынам израилевым и отдавали им все чего бы те не попросили так сыны израилевы ушли из египта с богатой добычей из рамсеса сыны израилевы пошли к сукоту около шестисот тысяч пеших мужчин не считая женщин и детей с ними шло много иноплеменников шли огромные стада овец коз и коров я хочу здесь маленькую ремарочку сделать я сейчас вам такое расскажу что вы наверное не знаете но многие наверное этого не знают смотрите большая часть евреев была в рамсесе в этом городе они этот город заново строили строили там огромное хранилище для запасов и но им нужно было в сукот прийти город а это находилось чуть ли не 700 километров от рамсеса там много много очень километров и знаете что господь сделал и причем они со стадами с большими стадами он их вот так взял отсюда и сюда поставил и все понимаете они никуда не шли он их просто взял из рамсеса и сукот поставил вот и все читаем дальше 600 тысяч пеших мужчин не считая женщин и детей а в каждой семье там было минимум 5 человек вот умножьте 600 тысяч на 5 сколько будет 3 миллиона так это только евреев а еще с ними вышли и на племенники тоже рабы понимаете и тоже довольно много я не знаю сколько но много не хотели они в Египте оставаться читаем дальше вот с ними шло много иноплеменников шли огромные стада овец коз и коров из теста которое они унесли из Египта в своих квашнях сыны Израилевы испекли пресные лепешки пресные лепешки и кстати пасха еще называется день опреснуков тесто даже не успело закваситься и гнали прочь из Египта они не могли задерживаться и не успели приготовить себе еды на дорогу сыны Израилевы жили в Египте четыреста тридцать лет в день когда четыреста тридцать лет истекли вышло из Египта воинство Господня ну то есть все евреи вышли из Египта та ночь была у Господа ночью бдения он уводил из Египта сынов Израилевых это ночь Господня из рода в род это ночь бдения у сынов Израилевых и это четырнадцатая Несама это день в который Иисус Христос каждый год отмечал Песох отмечал Пасху с родными с друзьями с учениками вот эта самая ночь вот в эту самую ночь они вышли из Египта и Бог сказал им потом каждый год отмечайте этот праздник и они начали через год отмечать этот праздник и празднуют по сей день и будут праздновать и еще в Царстве Небесном мы будем это праздновать дальше сорок третий стих Господь сказал Моисею и Аарону вот предписание о Пасхе чужеземец не должен есть Пасху раб купленный тобой может есть Пасху после того как ты сделаешь ему обрезание живущий у тебя наемный работник не должен есть Пасху ягненка надо есть в доме не выноси его мясо из дома костей его не ломайте вся община Израиля должна совершать Пасху если живущий у вас переселенец пожелает совершить Пасху Господню то всем мужчинам его семье надо сделать обрезание а после этого пусть приходит и совершает Пасху он будет как уроженец вашей страны но ни один не обрезанный не должен есть Пасху одно правило и для уроженцев вашей страны и для живущих у вас переселенцев сыны Израилевы сделали все в точности так как повелел Господь Моисея и Арону в тот самый день Господь вывел из Египта воинство сынов Израилевых на этом заканчивается двенадцатая глава исхода а мы продолжаем и так что ж такое Пасха что ж такое Пасха я думаю что вы поняли а я подытожу одним маленьким предложением это выход евреев из египетского рабства и Бог сказал что это нужно сделать праздником и праздновать его каждый день каждый год каждый год я вам прочитаю книгу Левиты двадцать третью главу где Бог указал праздники которые он хочет чтобы его народ отмечал и там есть Пасха и вот что здесь написано Левиты я читаю с первого по восьмой стихи двадцать третья глава Левитова это уже синодальный перевод и сказал Господь Моисею говоря объявися нам израилевым и скажи им о праздниках господних в которые должно созывать священное собрание вот праздники мои тут не написано вот праздники еврейские нет Бог говорит вот праздники мои две точки шесть дней можно делать дела а в седьмой день суббота покоя священное собрание никакого дела не делайте это суббота господня во всех жилищах вот праздники господни священное собрание которое вы должны созывать в свое время и дальше идет о Пасхе в первый месяц в четырнадцатый день месяца вечером Пасха господня и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков господу семь дней ешьте опресноке в первый день да будет у вас священное собрание никакой работы не работайте и в течение семи дней приносите жертвы господу а в седьмой день также священное собрание никакой работы не работайте и так здесь говорится дата первый месяц первый месяц это был нисан или авив он еще называется четырнадцатого числа это как раз полнолуние было и вот у евреев день начинался с вечера захода солнца и вот четырнадцатая нисана как раз заходом солнца начиналось вечером и вот тогда начинался пасхальный седр в среду я подробно расскажу как проходил как проводят пасхальный седр что там кушают и так далее и так далее и атрибутику это очень интересно итак на вопрос когда Иисус отмечал пасху ответ он отмечал пасху четырнадцатого нисана это весенний месяц он примерно март-апрель там где-то с середины марта до середины апреля примерно следующий вопрос что означает пасах или пасах перепрыгнуть пройти мимо ангел-губитель прошел мимо жилищ евреев где была кровавая метка ну дальше вы знаете мы читали как это было да то есть пасах или пасах это пройти мимо или каждый год тенница например вот в этом году это будет 22 апреля это день понедельник с заходом солнца начинается 14 нисана и эту пасху празднуют или нужно ну как бы отмечать праздновать семь дней и все эти семь дней нельзя кушать хлеб с дрожжами доживой хлеб а нужно кушать только мацу ну и обязательно пасхальный седор вначале начинается все с пасхального сына знаете что в библии написано я вам уже объясняла что иисус из-за того что он знал что 14 уже его там на следующий день разопнуть он убьют он на день раньше уже все напередно он с учениками 13 нисана отмечал пасхальный седор и потом они после седора вышли сказано и воспев пошли на гору илеонскую помните там такие слова пошли они на гору илеонскую он там молился богу просил чтобы чаша миновала его но пришли ангелы укрепляли его и все он укрепился и потом он говорит ученикам вставайте он идет предающий меня и пришел иуда там с кучей воинов с кулины там с мечами и арестовали иисуса это был как раз вот это было 13 нисана 13 вот вечер был до ночь и на следующий день это еще было 13 нисана утром его распяли 9 утра в 3 он умер а вечером уже сняли его тело попросил никодим по моему у пилата пилат разрешил снять тело и положили в гробницу все нормально чтоб до песаха до праздника и как только вот это сделали вот очень скоро зашло солнце и начал начался начался песок началась пасха 14 нисана и все все сели евреи и отмечали пасхарный центр вот так следующий вопрос когда и почему изменили дату празднования пасхи кто осмелился это сделать но некоторые ребята наши знают почти все знают некоторые не знают кто пришел может быть сегодня я об этом расскажу в четвертом веке нашей эры существовала римская империя и римский император константин первый великий был такой он был язычник он был даже верховный жрец он очень любил славу он очень любил поклонение себе он даже потом когда принял христианство он делал сделал 12 статуи апостолов а 13 статуи он себя там изобразил только в два раза больше чем статуи апостолов и поставил среди них ну вот такой был человек и он там была история в его жизни когда когда он принял христианство ему предстоял бой с одним человеком и его войскам довольно сильным и он там молился своим языческим богам и как пишут ну не знаю правда это было или нет он увидел в небе такой крест горящий крест и было написано сим победиши и он победил в этой битве и стала императором после этого и он понял что это такой был знак что ему нужно принять христианство и все империи христианство тогда существовало но гонимо было в основном преследовали убивали христиан это было очень сложное такое время и тут он после этих знаков он как бы признает христианство сначала просто как равнозначную равнозначную религию в империи своей а позже он даже как бы объявил что христианство это основная уже в религия всей расти всей римской империи но с одной стороны это было хорошо потому что он спас многие христиан от смерти от преследования от пыток от смерти с этой стороны да это хорошо но с другой стороны и таких сторон очень много было он стал изменять библию он стал изменять очень важные вещи он запретил маленькие церкви домашние кучу всего извратил а причиной всему был его очень сильный антисемитизм антисемит антисемиты это люди которые ненавидят евреев и обычно в этих людях находится дух антихриста так вот этот самый преусловутый константин император он уже как бы будучи христианином и как бы очень много новшеств таких христианство стал проводить он сделал две глобальные вещи которые перечеркнули христианство первая вещь это он субботу заменил на воскресенье сейчас все объясню почему и второе это изменил пасху значит он говорил евреи евреи убили иисуса поэтому мы не будем с евреями в один день поклоняться богу речь на субботе и быстренько появился такой указ что днем поклонения день поклонения переносится на воскресенье будет воскресенье второе касалось пасхи то тут же тоже мотивация евреи убили иисуса христа поэтому мы с ними в один день пасху проводить не будем но дальше самое интересное созывается и в 325 году нашей эры четвертом веке никийский собор 1 никийский собор еще его называли первый вселенский собор это колоссальное было мероприятие на которые со всей империи империя огромная была там было множество стран туда входило приехали епископы не просто там до рядовые священники там было 318 самых таких вот сильных знаменитых и проводился этот первоселенский собор или никийский собор достаточно долго несколько месяцев как минимум три месяца это все происходило и значит там было принято 20 положений которых раньше не было помимо прочего в ходе собора было принято 20 канонов церковного управления и дисциплины а также решен вопрос о дне празднования пасхи до этого торжество воскресения господня в восточных церквях отмечалось одновременно с иудейской пасхи но на никийском соборе все изменили и постановление гласила все восточные братья прежде праздновавшие пасху вместе с иудеями отныне будут праздновать ее согласно с римлянами один из ранних отцов церкви эпифания кипрский пояснял в определении дня празднования пасхи соответствии с постановлением первого вселенского собора следует руководствоваться тремя факторами полнолунием равноденствия воскресения по мнению многих богословов это ознаменовало окончательное размежевание христианства и иудаизма что же произошло вот сейчас я буду вам говорить подробно у вас волосы станут дыбом если встанет это очень хорошо и так что произошло а произошло следующее император первый константин великий великим он сам себя назвал это не давал товарищ очень кстати был мерзкого характера он убил сына своего старшего он в конце концов жену свою убил он убил мужа сестры своей родной хотя она умоляла этого не делать очень коварный злой был человек мерзкий и самое главное что он был до покаяния до принятия им иисуса христа он был верховным жрецом римской что это значит это значит что этот товарищ константин он отмечал языческие праздники в частности праздники которые восхваляли и именно он сказал что отныне пасху мы будем праздновать только в воскресенье которое следует после весеннего равноденствия и полнолуния весеннего равноденствия после этого полнолуния и вот после этого первое воскресенье в этот день мы будем праздновать пасху всегда это было постановление по всей империи по всем странам городам церквям они обязаны были только в этот день праздновать пасху но опять же как вы видите праздновали они уже воскресенье христово они выход евреев из рабства совершенно все то есть то есть получается что в 325 году на митейском соборе вот на этом первом вселенском соборе дата празднования пасхи была изменена так же как и ее смысл вместо празднования выхода еврейского народа из 430-летнего рабства установили празднование воскресения христа для воскрешения христа а дату празднования пасхи перенесли на первое воскресенье следующие за весенним равноденствиям и полнолуния суббота была ненавистна константину потому что евреи поклонялись субботу и кроме того он был солнцепоклонником сам дэй день солнца воскресенье понятно да эту дату предложила установил константин возражения не принимались естественно до своего обращения христианство константин был верховным жрецом римской империи он поклонялся всему пантеону языческих богов особенно валу и астарте он участвовал в языческих ритуалах и хорошо знал их он не зря утвердил празднование пасхи в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния знаете почему потому что в этот день все язычники империи отмечали день и иштар день рождения астарты богини плодородия и войны а также жены и матери вала языческого жестокого божества в этот день язычники приходили в капище открытое огороженное место поклонения где стояли изваяния астарты и вала там в центре стоял жертвенник или алтарь можно так сказать на котором жрец должен был осеменить девственницу затем на этом алтаре приносили в жертву младенцев до трех месяцев их закалывали а кровь сливали куда-то там емкости и потом красили в ней яйца в этой крови младенцев вот откуда появилась традиция красить яйца красота правда дальше далее выпекалась большая дрожжевая булка форме фаллоса мужского полового органа огромного размера и покрывалась помадкой ну как сперма эту булку кулич или как его назвать ставили на большие носилки и четверо здоровых мужчин носили ее по капищу а весь народ кричал астарта 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 целью было раздазу раз задорить богов чтобы они вступили в интимную связь со стартой и земля была обильно полита дождями а люди и скот стали очень плодовитыми вот откуда появились пасхальные куличи и форма когда обратите внимание когда люди их едят они едят половые органы языческих божеств прошу прощения затем приносились в жертву молодые красивые мужчины взятые в плен во время военных действий их закалывали самое сердце астарта требовала лучших после этого все люди которые там находились они упивались вином раздевались догола обливали друг друга вином и начинались разнузданные оргии в которых участвовали даже дети там присутствовали все виды секса включая извращенный секс через девять месяцев богиня плодородия отвечала и многие женщины рождали детей которых и приносили в жертву на очередном празднике дней и штар вот какой день выбрал император константин для празднования пасхи господней он бессовестно заменил повеление господне отмечать пасху 14 нисана на день и штар день поклонения сатане и штар это одно из имен сатаны вот как были обмануты христиан а теперь внимание вопрос на засыпку когда в этом 2024 году был день и штар когда было первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния знаете когда 31 марта этого года а что было 31 марта 2024 года все католики нашей планеты отмечали пасху вот пазл и сложился следующий вопрос как иисус отмечал пасху ответ иисус отмечал пасхальный седор это такой ужин на котором должны находиться определенные блюда овощи мясо напитки также там присутствуют определенные молитвы мы поговорим об этом следующий раз следующий вопрос почему об иисусе говорят что он наша пасха заклонная за нас 1 коринфянам 5 7 говорится так и так очистите старую закваску чтобы быть вам новым тестом так как вы без квасны ибо пасха наша христос заклон за нас кровь иисуса христа подобно крови того аденса которого в египте зарезали и мазали кровью перед косяки и перекладины это кровь спас спасла от смерти всех кто там был в доме да так вот кровь иисуса спасла нас от вечной смерти он искупил нас от греха 10 вопрос имеет ли иисус отношения к празднику пасхи и своему воскрешению нет наоборот иисуса убили на праздник пасхи его утром распяли днем он умер а вечером за ходом солнца начался 14 не сама песок когда все евреи проводили пасхальный седра то есть это тоже обман в ряд он на пасху воскрес на какую пасху воскрес его убили на пасху понимаете то есть еще один обман очередной вот и когда пасхальный седра проводился то уже он в гробнице находился мертвым и через три дня он воскрес и последний вопрос таким образом христос воскресе не имеет никакого отношения к празднику пасхи всех обманули и эта ложь продолжается уже 17 веков христиане едят куличи олицетворяющие мужской половой орган языческих богов едят крашеные яйца которые окрашивали в кровь убитых младенцев браво христиане как сказал пророк оси и истреблен будет народ мой из-за недостатка знания покайтесь осветитесь омойте ваши одежды и начните чтить бога чтить божьи праздники так как бог повелел это делать это касается христиан всех конфессий включая православных католиков протестантов и других а а также всех остальных людей доброй воли и не гневите бога пожалуйста он конечно долготерпелив но и у него может закончиться терпение аминь я заканчиваю запись на этом благословляю всех шаббат шалом